Амир Амира, ва саляму алейкум. Поменял ли ты свое мнение насчет имама Шамиля? Просто интересно, брат, да сохранить тебя Аллах. Ва саляму алейкум. Дорогой брат, если бы я поменял мнение, это же все-таки я на аудиторию огромное мнение высказал. Добрый вечер, Тумсо. Есть такая информация, что Кадыров засылает своих агентов в Грузию, из-за этого, к сожалению, отказывали въезд лицам кавказской внешности. Давайте, наверное, начнем этот эфир со Сергея Меликова, главы Дагестана. Он внезапно, просто жесткой какой-то критикой, с нецензурной бранью выступил против военкомата республики. Давайте посмотрим. Подробным текстом отправлять людей. Всем гражданам мужского пола города Дербента. Что это за идиоты? Всем гражданам мужского пола срочно прибыть в военный комиссариат, при себе иметь военный билет. Вы что, дебилы, а? Кто их уполномочил? Ездить по городу. Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи Уголовного кодекса. Ну, после этого видео мы с вами узнали, что, оказывается, ездить по городу, ходить по городу, неважно, призывать людей явиться в военкоматы с военными билетами и паспортами мужчин. Это, оказывается, вы что, блин, идиоты? Это признак тупизма, оказывается. Это была новая информация лично для меня. И я в связи с этим хочу высказать благодарность Меликову. Теперь вы, дорогие жители Дагестана, вы теперь знаете, как нужно реагировать на всевозможных участковых, сотрудников Росгвардии, которые, например, приходят к вам домой с повестками. Или где-то на улице вас ловят, хотят вручить вам эту повестку. Или к сотруднике ГАИ, которые останавливают вас на постах и хотят доставить вас в военкоматы. Теперь вы знаете, как к ним нужно обращаться, вы должны им говорить, вы что, бэ, дебилы что ли? Вы что это? Кто так делает? Вот так теперь нужно с ними разговаривать. Как вы понимаете, ну это же не один Сергей Меликов же должен так на это реагировать. Он же как бы показывает пример. Он дал нам четко понять, что это ненормально, это признак дебилизма. Я бы вообще это даже интерпретировал бы в целом на всю эту мобилизацию. Мне кажется, нужно было на Путина так отреагировать, когда он объявил эту частичную мобилизацию. Мне кажется, вот в этот момент Сергей Меликов должен был выступить. Ты что, бэ, дебил что ли? Ты что сидишь на всю страну, призываешь в армию людей, мобилизируешь призывников? Ты что, тупой? Вот так нужно было оказывать на это и отреагировать. В любом случае, очень хороший пример. Я думаю, мы все должны этому примеру последовать. И именно так теперь нужно реагировать на любого сотрудника. Даже если вот ваш начальник у вас на работе, ему сейчас же это практикуется, приносят на работу, допустим, 50 повесток, и потом этот работодатель раздает эти повестки. Вот теперь, если вам работодатель скажет, вот прислали повестку, вы ему скажите, ты что, тупой что ли? Вы что, дебилы тут что ли? Раздаете здесь повестки? Вон, если не верите, посмотрите Сергея Меликова и можете показать это видео. Я не знаю, прокатит это или нет, но попробовать можно. В Дагестане все мужского пола сказали, это призыв там к мальчишкам с садика тоже распространяется, наверное, да? Но он же там сказал с военными билетами. По всей видимости, это распространяется только на тех, кто имеет военный билет, имеет паспорт, имеет приписное удостоверение. Наверное, это к ним относится. Но это не важно, кому бы это ни относилось. Главное, что мы теперь знаем, как реагировать на эти призывы. Добрый вечер, Тумсо. Есть такая информация, что Кадыров засылает своих агентов в Грузию, из-за этого, к сожалению, отказывали въезд лицам кавказской внешности. Добрый вечер, спорт. Информации очень много. Различного рода догадки. Это не информация, это догадки. Это больше догадки, это какие-то сплетни, версии и так далее. Но никакой официальной версии у нас, к сожалению, нет. Мы не знаем, почему это происходило. Если это сейчас происходит дальше, то... Но у нас нет информации, что это происходит, потому что вроде как разрешилась эта проблема. Но с чем она была связана, к сожалению, каких-то разъяснений от грузинских властей на эту тему не было. Но мы рады тому, что это разрешилось. Поэтому мы не будем задавать лишних вопросов. Если это разрешилось, то уже хорошо. Лишние вопросы могут спровоцировать новые проблемы. Скажите, пожалуйста, будет ли ядерная война, меня спрашивают. Я, к сожалению, этого знать не могу. Самому интересно, будет ли это ядерная война. Потому что то, что происходит в мире, это все... Ну, впервые, пожалуй, за мою жизнь мы подобные процессы переживаем. Глобальные. Амир Амир, ассаляму алейкум. Поменял ли ты свое мнение насчет имама Шамиля? Просто интересно, брат, да, сохранить тебя Аллах. Ассаляму ассаляму арам. Дорогой брат, если бы я поменял мнение, это же все-таки я на аудиторию огромное мнение высказал. И если я его меняю, то мне нужно так же обращаться и заявлять о том, что я вот был тогда на таком-то мнении, сейчас я его изменил. Я очень хорошо знаю эти правила. Многие, к сожалению, как-то не соблюдают вот эти вот вещи. Они могут на аудиторию что-то сказать, потом что-то они там передумали про себя, а аудитория об этом не знает. Я как бы всегда себе об этом напоминаю. Поэтому если бы я поменял свое мнение, я бы, конечно, об этом сказал. Нет, конечно, я никакого мнения не менял насчет имама Шамиля. Томсо сегодня посмотрел твой разговор с Иудовым. Там вы стрелку в Турции назначили, когда возможность будет. У тебя хорошее время сейчас, брат, по поводу Турции. Вчера появилась на канале Security Turkey информация про одного, как его назвать правильно, благотворителя, наверное, так он, благотворитель. Короче, человек занимается благотворительностью. В Чечне есть такой фонд, называется Хайра. И вот это, видимо, руководитель, как я понял, этого фонда Хайра. Но интересно здесь, то есть личность эта интересна в том, что он как-то очень сильно аффилирован с кадыровской властью, очень много лесных отзывов о них, совместных каких-то фотографий и так далее. В общем, не является сотрудником каких-то силовых структур, но очень близко с ними, тружит, трется. И вот он, оказывается, вчера, точнее сегодня, он должен был провести какой-то семинар в Стамбуле. И он его анонсировал то ли вчера, то ли за день до этого, не знаю. В общем, наши соотечественники, проживающие в Турции, они очень обрадовались тому, что наменьшается семинар этого человека, и решили на него пойти. И тоже анонсировали, что они обязательно пойдут на этот семинар, выложили весь бэкграунд этого человека, все его высказывания, сделанные за много лет его деятельности, все его фотографии совместные с представителями власти, все его лесные отзывы, все-все-все это выложили и написали. Мы очень рады, что этот человек проводит в Стамбуле семинар, и мы обязательно придем на него, примем участие. После этого Хасан Халитов сделал на чеченском языке призыв к этому человеку, попросил его, как бы, ну они посовещались, мы посовещались, решили, что человек конкретно каким-то преступлением не причастен, поэтому что-то там в отношении него предпринимать не считают нужным. Но сам факт его апеллированности с ними, с преступниками, он, конечно же, не оставляет никого из нормальных людей равнодушным, и поэтому он посоветовал ему, такой искренний совет, настоятельный такой совет, он дал, чтобы он быстренько собрал свои чемоданы и свалил по-добру, по-здорову. Ну и радостная вещь в том, что этот человек, видимо, прислушивается к искренним и настоятельным советам, он отменил сегодня этот семинар, и есть все основания полагать, что он собрал свои чемоданы и, скорее всего, свалил обратно в Чечню. А может быть, он еще этого не сделал и в ближайшее время сделает, но мы, я думаю, мы об этом узнаем. Субтитры создавал DimaTorzok